Здравствуйте, ребята! Сегодня мы разберем тему опорно-двигательной системы. Начнем с функции опорно-двигательной системы. Это опорная. Кости и мышцы образуют прочный каркас, определяющий положение внутреннего тела и вообще всех внутренних органов. Защитная функция. Это кости защищают органы от травм. Следующая логичная функция. Это двигательная, то есть локомотация. Кости и мышцы вместе приводят тело в движение. Есть еще метаболитическая функция. Это то, что в костях осуществляется минеральный обмен. Функция кровотворения. Она отвечает за создание клеток крови в красном костном мозге. Запасающая функция. В костях запасаются кальций. В мышцах будет запасаться гликоген. Опорно-двигательная система подразделяется на костную и мышечную. Сначала рассмотрим всю костную систему. Начнем с клеток и единиц, которые образует эту систему. Остеон. Это структурная единица кости. Он представляет собой систему пластинок костной ткани, которые расположены кругами. Внутри остеона есть полость или канал, гаверсов канал, с сосудами и нервами. Между ними находятся вставочные пластинки. Остеоны образуют перекладины, плотные в компактном веществе, рыхлые в губчатом веществе. В костной ткани есть несколько видов клеток. Это остеоцит, остеобласты и остеокласты. Остеоциты – это главные структурные компоненты кости. Остеобласты строят костную ткань. Вокруг них образуются остеоны. Остеокласты – это клетки, которые разрушают костную ткань. Теперь рассмотрим макроскопическое строение кости. Кости покрыты плотной соединительной тканью над костницей. Она выполняет защитную и питательную функцию. С внутренней стороны находятся остеобласты, обеспечивающие рост кости в толщину. Диафис – это тело кости, которое состоит из компактного вещества и желтого – костного мозга, который представляет собой жировую ткань и является резервным местом кровотворения, а также выполняет функцию запаса веществ. Эпифис – это головка кости, которая состоит из губчатого вещества с красным костным мозгом внутри. Губчатое вещество состоит из балок и перемычек, образует ячейки. Функция красного мозга – это кровотворение. Головка покрыта глиальным хрящом. Апофис – это место прикрепления сухожилий. Метафис – это участок между эпифизом и диафисом. В нем находится прослойка хрящевых пластинок. Рост кости в длину обеспечивается делением хряща. В костях запасаются кальций и фосфор. Химический состав кости следующий. Кость состоит из органических и неорганических веществ. Органические вещества придают костям гибкость, упругость. Они содержатся в большом количестве у детей. Минеральные вещества придают костям прочность и твердость. С возрастом у людей кости становятся более хрупкими и ломкими. А сбалансированное содержание органических и неорганических вещей у человека наблюдается в возрасте от 20 до 40 лет. Если кость прокалить на огне, то она сохранит форму, но при прикосновении она рассыпется, так как горят органические вещества, которые придавали ей гибкость и упругость. А если кость опустить в раствор уксуса, мы с вами и такой эксперимент проделывали, то она сможет легко согнуться, так как в ней растворяются все неорганические вещества, которые придавали ей прочность и твердость, но останутся органические. В скелете человека выделяется 206 костей. И чтобы их систематизировать, все кости делятся на три типа. Это трубчатые, губчатые и плоские. Трубчатые кости все с полостью внутри. Они прочные, подвижные. Их можно разделить на длинные, это плечевая, локтевая, лучевая кости, и короткие. Кости пясти, плюсные, фаланги пальцев. Губчатые кости состоят из губчатого вещества и только снаружи покрыты тонким слоем компактного. Полости у них внутри нет. Их тоже можно разделить на длинные, сюда относятся ребра, грудины и короткие. Они подразделяются на запястье и предплюсно. Плоские кости с одной стороны вогнутые, а с другой стороны выпуклые. Их ширина и длина больше их толщины. К таким костям относятся лопатки, тазовые кости и кости черепа. Теперь давайте рассмотрим скелет человека. Выделяет скелет черепа, туловище, скелет верхней конечности и нижней конечности. Начнем со скелета черепа. Он делится на мозговой и лицевой отдел. Мозговой отдел будет преобладать. Парные кости в этом отделе – это теменные и височные, а непарные – это лобные, затылочные, решетчатые, кленовидные. В лицевом отделе парные кости – верхняя челюстная, скуловая кость, носовая, слезная и небная. А непарные – это нижняя челюстная, сошник, подъязычная. В черепы новорожденных есть особое образование роднички. Родничок – это не окостеневший участок свода черепа, который состоит из остатков перепончатого скелета и соединительной кости черепа новорожденных. Роднички позволяют деформировать черепной свод, что необходимо при родах, а также для опережающего роста головного мозга. Помимо этого они участвуют в терморегуляции мозга и способствуют амортизации при ударах. Чтобы роднички хорошо затягивались после рождения, ребенку необходимо выдавать витамин D. Он участвует в усвоении кальция. Поэтому даже витамин называется кальция – дефирол. Скелет туловища можно разделить на скелет позвоночного столба и скелет грудной клетки. Позвоночный столб состоит из 33-34 позвоночников, и его делят на 5 отделов. Шейный отдел состоит из 7 позвонков, грудной состоит из 12 позвонков, поясничный состоит из 5, крестец состоит из 5 сросшихся, и копчик состоит из 4-5 сросшихся позвонков. Позвоночный столб имеет 4 изгиба. Два изгиба вперед – шейный и поясничный – это лордозы, и два изгиба назад – грудной и крестцовый – кифозы. Грудная клетка включает в себя грудной отдел позвоночника, грудину и 12 пар ребер, 10 из которых срастаются с грудиной с помощью эластичных хрящей, первые седьмые ребра называются истинные, восьмые и десятые ложные и одиннадцатые, двенадцатые, колеблющиеся, они свободные, не срастаются с грудиной. Скелет верхней конечности состоит из пояса верхней конечности, это ключица и лопатка, и свободные верхние конечности, это плечевая, локтевая, лучевая кости, запястье, пасти и фаланги пальцев. Скелет нижней конечности состоит из пояса нижней конечности, кости таза, это седалищная, повздошная кость и лобковая, и свободные нижние конечности, это бедренная, большеберцовая, малоберцовая кость, предплюсно-плюсно и фаланги пальцев. Теперь перейдем к соединению костей. Существует три вида соединений, это подвижное, полуподвижное и неподвижное. Неподвижное соединение подразумевает под собой сросшиеся кости, соединенные с помощью швов, так соединены, например, кости черепа и крестцы, они будут просто сросшиеся. В полуподвижном соединении костей кости соединены с помощью эластичных хрящей, так соединена грудина с ребрами и позвонки между собой. В подвижном соединении кости соединены с помощью суставов и покрыты гладким хрящом. Разберем строение сустава. Сустав покрыт суставным хрящом для защиты, укреплен связками. Суставная головка одной кости соответствует суставной впадине другой кости и обеспечивает подвижность сустава. Сустав покрыт суставной сумкой, которая состоит из соединительной ткани и придает ему прочность. Изнутри сумку выстилает оболочка. Внутри суставной сумки выделяется жидкость, которая уменьшает трение. Разрушение суставового хряща называется артрозом. Есть три вида суставов. Цилиндрический – это сустав, который позволяет выполнять вращательные движения. Такой сустав находится между первым и вторым, например, шейным позвонком. Есть блоковидный сустав – основная функция данного сустава сгибать и разгибать. Такой сустав находится в фалангах пальцев. Есть шаровидные суставы, которые выполняют функцию сгибания и разгибания, а также вращения. Примером служит плечевой сустав. В строении костной системы мужчин и женщин есть некоторые отличия. У женщин более широкий таз и узкая грудная клетка. Такая особенность обусловлена деторождением. У мужчин более массивные и бугристые кости из-за выполнения ими физической работы. У мужчин более длинный позвоночный столб, ключицы более изогнутые. У женщин еще указательный палец, безымянный палец на руке обычно равны по длине, или первый из них продолжается дальше второго. Мужчины чаще обладают указательным пальцем, устроенным уступающим по длине безымянному. Мужской череп характеризуется заметной угловатостью, которую создают выступающие надбровные дуги и отчетливый бугор на затылке. Вообще все эти отличия обусловлены генетически. Теперь поговорим, как отличается строение скелета человека от другого млекопитающего. Особенность скелета человека связана с прямохождением и трудовой деятельностью. У человека вертикальное расположение тела. Он опирается только на нижние конечности, а руки у нас свободные при ходьбе. Изгибы позвоночника человека способствуют сохранению равновесия во время быстрых движений. Изгибы лордозы и кифозы амортизируют, то есть пружинят и смягчают толчки. У млекопитающих, которые опираются на четыре конечностей, изгибов нет. Грудная клетка человека расширена, у остальных млекопитающих она будет сжата с боков. Строения руки человека заметно отличаются. У нас кости укорочены, менее массивные, более подвижные, большой палец противопоставлен остальным в связи с трудовой деятельностью. Кости таза у человека шире и массивнее. Ноги более длинные и массивные, чтобы удержать все тело. У человека появляется сводчатая стопа, весь вес и тело распределяется равномерно, а мышцы и сосуды не испытывают давление, свод смягчает толчки при ходьбе. Мозговой отдел у людей преобладает над лицевым, это связано с развитой деятельностью головного мозга. Теперь давайте рассмотрим мышечную систему. Скелет и мускулатура состоят из поперечно-полосатых скелетной ткани, а мышцы эластичны и способны сокращаться, они растяжимы. Пучок мышц обволакивает плотная соединительная ткань, которая называется фасция. Мышцы крепятся к костям с помощью сухожилий, которые состоят из соединительной ткани. Сухожилия, которые прикрепляются к подвижным костям, называются хвост, а к малоподвижным головка. В мышцах много митохондрий, так как для работы мышц нужно много энергии АТФ. Также для этой цели в мышцах запасается гликоген как источник энергии. Есть определенная последовательность механизма мышечного сокращения. Сперва нервный импульс будет стимулировать кальциевые каналы на мембранах клетки. Далее поступивший кальций активирует миозин. АТФ расщепляется и начинает работать актин и миозин. Мышца сокращается. Сокращение мышечного волокна происходит благодаря скольжению актиновых нитей вдоль миозиновых. Головки миозина прикрепляются к актиновым нитям поочередной, а затем после осуществления тянущего усилия грибка, отделяющего от этого участка актина, чтобы тотчас прикрепиться к следующему. На этот процесс тратится энергия АТФ. На один грибок тратится одна молекула АТФ. Поскольку в процессе мышечного сокращения происходит преобразование электрической энергии нервного импульса в механическую работу, эти механизмы получили название электромеханического сопряжения. В конце кальций будет выходить из клеток и мышца будет сокращаться. Сеченов установил закон среднего ритма средних нагрузок. Его суть заключается в том, чтобы мышца может совершать максимальную работу при средних нагрузках. Регуляция мышечной работы может осуществляться через нервную систему и гуморальную регуляцию. Нервная регуляция может быть произвольный центр этого регулирования находится в коре больших полушарий и непроизвольный центр находится в спинном мозге. Гуморальная система может ускорять мышечную работу с помощью ионов кальция, либо замедляться с помощью молочной кислоты. Под влиянием тренировки изменяется химический состав мышц. В нем увеличивается количество так называемых энергетических веществ, то есть веществ, при расщеплении которых будет освобождаться много энергии. К таким веществам относятся гликогены и фосфогены. В тренированных мышцах распадаются при сокращениях мышечных волокон гликоген и фосфорные соединения и быстрее восстанавливаются. А окислительные процессы, процессы соединения с кислородом протекают интенсивнее. Мышечная ткань лучше поглощает и лучше использует кислород. Рассмотрим некоторые классификации мышц. По направлению работы выделяют мышцы-синергисты, которые работают в одном направлении. Например, двуглавая мышца плеча и плечевая. А также есть мышцы-антагонисты, которые действуют в разных направлениях. Например, двуглавая мышца и трехглавая мышца. Также выделяют два вида работы мышц. Это статическое, это удержание в теле, и динамическое, это движение. Причем статическая работа, она более сложная, потому что будут задействованы все группы мышц. Например, одним из самых сложных физических упражнений является планка, это самое сложное статическое движение мышц, где задействованы все мышцы. У скелетных мышц есть свои функции. К ним относятся движение тела, поддержание статической позы, защита внутренних органов, мимика, участие в двигательных движениях. Мышцы являются составной частью речевого аппарата. Ну и последнее, что мы с вами разберем, это различные нарушения опорно-двигательной системы. Например, гиподинамия, это недостаток двигательной активности у человека. Он развивает ряд последствий после себя. Это ослабление мышечной активности, это появление избыточной массы тела, истощение костей, из них будет вымываться кальций, это пониженный обмен веществ, пониженная выносливость организма, увеличенная нагрузка на сердце, происходит застой венозной крови в ногах и будут расширяться кровеносные сосуды. Рекомендуется таким людям увеличить свою физическую нагрузку и посетить врача, который приведет вам консультацию по питанию. Следующее заболевание это остеохондроз. Заболевание развивается из-за неправильного положения тела, которое ведет к нарушению осанки и искривлению позвоночника, смещению межпозвоночных дисков и защемлению нервов. Искривление позвоночника называется сколиоз. Из-за данного заболевания нарушается работа внутренних органов, снижается работоспособность. Рекомендации это массаж, магнитный корректор осадки и постоянно контролировать положение своего тела. Следующее нарушение это плоскостопие. Это уплощение свода стопы, при этом связки растягиваются, мышцы перенапрягаются, это приводит к болям. Также при плоскостопии нарушается осанка и ухудшается кровоснабжение. Причина плоскостопия это избыточный вес, неправильная обувь, длительная ходьба или стояние и ношение тяжести. Рекомендуется при плоскостопии ношение стелек супинаторов, хождение босиком по неровной поверхности, а также обувь с небольшим каблуком. Ну понятно, что речь не идет про шпильки. Далее рассмотрим травмы опорно-двигательной системы. Есть ушибы, это повреждение тканей без нарушения их целостности. Первая помощь при ушибе это дать обезболивающее согласие пострадавшего, придать ноге возвышенного положения, наложить давящую повязку, приложить лед при необходимости отвезти его в больницу. Также есть переломы, есть открытый перелом и закрытый. При открытом кость сломана, повреждены покровы тела и возможно торчащая кость. Первая помощь это освободить место перелома от тканей, остановить кровотечение, закрыв рану повязкой, наложить шину, отвезти больного в больницу или вызвать скорую. При закрытом переломе кость тоже сломана, но покровы тела не повреждены. Может наблюдаться деформация конечности, ее укорочение, а также хруст, например, при опоре на конечность. Первая помощь это наложить шину и отвезти его в больницу или вызвать скорую. Еще одно нарушение это растяжение связок, повреждение связок под действием большой нагрузки, которая сопровождается резкой болью в суставе и последующим отеком. Первая помощь это наложить тугую повязку, приложить лед к месту растяжения и обеспечить пострадавшему покой. Следующее нарушение это вывих, это смещение костей, когда одна кость выходит из сустава или есть подвывих, когда кость не полностью вышла из сустава. Первая помощь это обездвижить конечность, приложить лед, отвезти больного в больницу или вызвать скорую. Нужно помнить, что нельзя вправлять такие кости самостоятельно. Это должен сделать врач-травматолог.